В эфире программа Иванова Ньюс Телеверсия. Главные и самые обсуждаемые новости информационного интернет-портала телекомпании. Ответы на важные вопросы, ваши жалобы на работу властей, актуальные интервью, видео жизни региона. Сегодня в выпуске. От города невест к городу-университету. Создание научного консорциума как новая стратегия развития всего региона. Берите и пошите, как фермеру получить бесплатно землю, а через 5 лет даже оформить ее в пожизненную собственность. Средства на помощь, есть ли шансы у некоммерческого сектора в эпоху экономического кризиса или благотворительность уже не актуальна для новой эпохи. Одним работу, другим сотрудника. Хедхантер спешит на помощь и подписывает соглашение с Ивановской областью. Индивидуальные предприниматели и граждане, работающие по патенту, получают шанс на продление налоговых каникул. Сейчас нулевая налоговая ставка для бизнеса, который впервые начал свою деятельность в научной, производственной или в социальной сферах по патенту, либо в форме ИП, действует два года. Новый законопроект предполагает, чтобы эта мера была продлена до конца следующего года. Инициатива уже внесена губернатором в региональный парламент, а сам Станислав Роскресенский объясняет это необходимостью в создании условий, чтобы люди занимались, трудились, кто-то на своих местах, на предприятиях, а кто чувствует в себе силы, занимался бы предпринимательством и начинал свое дело. Пятая волна ковида практически сошла на нет. Теперь единственное место, куда отправляют больных – это новый госпиталь. Все прошлые больницы функционируют по привычному профилю. Последний раз остался со своими коронавирусными пациентами кардиологический диспансер. Врачи вспоминают, как непросто приходилось в период пандемии. Самый молодой пациент с инфарктом – 24-летний. Он практически перед профилированием был у нас в реанимационном отделении 24 года. Очень тяжелый инфаркт миокарда и ковид. Пациент тоже выписался. Пациент с трансплантированным сердцем. К сожалению, один пациент у нас такой погиб, а вот один пациент мы смогли его выходить. Комитет Ивановской области по труду и содействию занятости населения подписал соглашение с российской компанией интернет-рекрутмента HeadHunter. Клиентами этой организации являются свыше 450 тысяч компаний. База соискателей содержит более 55 миллионов резюме. Компания занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы сотрудников. Соглашение предусматривает размещение на нашем интерактивном портале Комитета по труду информации о вакансиях, предоставляемых компанией HeadHunter. Сотрудничество позволит не только увеличить количество трудоустроенных граждан и, как следствие, удовлетворить спрос работодателей на рабочую силу, но и повысить качество трудоустройства граждан центрами занятости населения, которые в настоящее время переходят на оказание услуг в электронном виде на базе единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Также в планах совместное обучение граждан методом эффективного поведения на рынке труда, проведения ярмарок вакансий и внедрения цифровых решений. Субтитры создавал DimaTorzok Стройка идет полным ходом. Мы сегодня заверены, были строителями, что вот эта вся санкционная история, она не давит на темпы ввода объекта в эксплуатацию. Осталось буквально несколько месяцев. Как обычно, сделаем общественный прием вместе со спортсменами. Весенняя призывная кампания в регионе продлится по 15 июля. Все призывники будут проходить военную службу на территории Западного военного округа. Военнослужащих по призыву запрещено привлекать к участию в специальной военной операции. Количество граждан, которых планируют призвать на военную службу, соответствует норме призыва, которая была весной прошлого года. На время кампании в регионе работает областная призывная комиссия и 27 призывных комиссий в муниципалитетах. На базе военного комиссариата области организован сборный пункт для отправки призывников на военную службу. Перед отправкой в войска все молодые люди пройдут обязательное тестирование на коронавирус. Срок службы составляет один год. Также утвержден перечень вузовских специальностей в направлении подготовки, которые позволяют претендовать на отсрочку, в их числе математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника и авиастроения. А также всего более 60 направлений. Второй год болею ковидом. У нас в доме поменяли счетчик. А так как меня не было, у меня остался старый. Теперь плачу по 1000 рублей. Я больная, ноги не ходят, сахарный диабет. Я звонила в энергосбыт. Мне сказали, что я должна сама лично написать заявление и принести. А дочь не может за меня это сделать. Но я ничего не вижу. Как мне быть? Что мне делать? Фурманов, Мичурина, 13. Сделали мусорку. Контейнеры стояли на плитах. Плиты сняли, контейнеры поставили. Плиты из перина и деревья валяются до сих пор. Льготные лекарства бюджетного уровня. С октября прошлого года нет лекарств. Закупок нет. Звонили везде. В январе нашли лекарства для нас. Цена 3000 рублей. Но лекарств нет в наличии. Я астматик. Я разбиралась, почему нет лекарств. В прошлом году на складе заказали именно под меня. Стал разбираться сейчас. Лекарства выписали, но получить не могу. Нет на складе. Звонил в департамент здравоохранения. Сказали, договор о поставках есть, должны доставить. Но до сих пор нет. Но если за деньги, его купить. Оно в аптеках есть. А в баллончик стоит 3000 рублей. Это жизненно необходимое лекарство. Постоянно покупать за свой счет нет возможности. Улица Ленинградская напротив детского центра. Весь тротуар завален снежными сугробами. Трактор расчистил только половину тротуара. Пучер возмущает осенне-весеннее подрезка деревьев. Их спиливают до пеньков. Какие-то возрождаются, а какие-то нет. Спиливают липы, березы. Около 15 деревьев спилены по ошибке. Как работает обратная связь? Вы можете позвонить нам по телефону 58-77-77. Операторы колл-центра передадут нам ваше сообщение. Вы можете написать нам через мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram. Сообщением на телефон 8 962 162 58 77. Или написать нам на сайт ivanovanews.ru в разделе «Контакты». Уже два года в Ивановской области работает закон, который дает возможность личным подводам и христианским фермерским хозяйствам получить от 2 до 100 гектаров земли сельхозназначение безвозмездного пользования на срок до 6 лет. Для этого фермеры подают заявки о выделении участка земли владельцу. Это либо в район, либо в поселение. В местных средствах массовой информации размещается информация о том, что данный участок будет передаваться в безвозмездное пользование. Если за месяц не поступает заявок от других желающих на этот участок, то подписывается договор о передаче в безвозмездное пользование. Если после этого земля в течение 5 лет используется по назначению для сельхозпроизводства, то по желанию фермера подписывается договор о бесплатной передаче этого участка уже в собственность навсегда. Когда же после размещения информации в СМИ поступает альтернативная заявка, муниципалитет просто обязан выставить участок на торги, либо на продажи, либо на аренду, но также на выгодных условиях, исходя уже не из рыночной, а кадастровой стоимости участка. Эффективность работающего закона за эти два года – это 44 фермерских хозяйства и 102 личных подворья в области получили землю общей площадью в 5000 гектаров. Очередного мелкого хищника привлекают к ответственности сотрудники органов полицейского дознания. Жительница Иванова была поймана при попытке украсть несколько палок колбасы. В дежурную часть отдела МВД России по Фронтовскому району города Иваново обратился сотрудник магазина с самообслуживанием и сообщил о том, что неизвестная пыталась украсть товар, но была остановлена охранником торговой точки. Сотрудники отдела МВД России по Фронтовскому району города Иваново прибыли на место происшествия и выяснили, что женщина пришла в магазин самообслуживания, с прилавкой взяла несколько палок колбасы, спрятала товар под куртку и попыталась выйти с торговой точки, не расплатившись. На подозрительную женщину в черно-белой куртке обратили внимание сами работники магазина. Странные поведения фигурантки возле колбасного прилавка они отследили при помощи камер наблюдения. При попытке вынести колбасу из торгового зала женщину задержали. Украденная колбаса была возвращена на прилавок. Задержанную воровку передали оперативно прибывшим по вызову полицейским. Сотрудник охраны увидел момент кражи на камерах видеонаблюдения и предотвратил преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее подозреваемая уже привлекалась к ответственности за аналогичные криминальные деяния. Магазинная воровка уже неоднократно попадалась на подобных преступлениях. Состоящая на учете в наркологическом диспансере, женщина работать не желает и тащит товар с магазинных полок уже в который раз. При этом она уверена в том, что останется в итоге безнаказанной. И все потому, что в совершенстве владеет арифметикой. А вы вообще не боитесь опять в тюрьму попасть? Взять в тюрьму не сажают. Ну а если вы вдруг не рассчитаете и украдете больше? А я заранее в уме считаю. Я вижу цену, в уме немножко почитала и думаю, надо взять до 2000, не больше. Что-то я на цену смотрю. Если я возьму даже на 2,5, это уже уголовный дел. Я сначала на цену смотрю, потом не считаю приблизительно. Беру до 2000. Корректировка за тепло – это не только история про областной центр. Огромные суммы при расчете потребления ресурса пришли и в Богданиху. 5, 7, 9 тысяч рублей. Для большинства – неподъемные деньги. Люди не верят расчетам, не хотят платить. Месседж от отправителей квитанции – все так. Вот вам рассрочка, откажетесь. Пойдем в суд. Мы можем предоставить рассрочку, но рассрочка положена законом. Мы ее предоставим при обращении абонента. Но если абонент этим не воспользуется и не будет платить, соответственно, будем готовить документы в суд. Все корректировки сделаны согласно правилам оказания услуг. В регионе создадут научно-образовательный консорциум Иваново. В состав их дней войдут все Ивановские вузы, а также Институт химии растворов и НИИ материнства и детства. Вся идея для усиления глобальной конкурентной способности российской науки и высшего образования. Развитие города Иваново как города-университета. А также создание на территории Ивановской области уникальной научно-образовательной, технико-внедренческой и креативной среды. Задача для консорциума – это разработка лидерных подходов к развитию научно-образовательного комплекса как ключевой отрасли социально-экономического развития Ивановской области. Позиционирование и продвижение участников консорциума в российском и международном пространстве через единый бренд. Ну а ключевой целью является создание межвузовского кампуса Иваново. По данным Федерального штаба о борьбе с новой коронавирусной инфекцией, по состоянию 6 апреля в Ивановской области за последние сутки коронавирусная инфекция обнаружена. У 134 человек госпитализировано 28 человек, выздоровели 94. Всего за все время пандемии в Ивановской области умерли 3036 человек. Три новых летальных случая подтверждены за последний день. В стране за прошедшие сутки заразились коронавирусом 14 661 человек. Умер за сутки в России 291 пациент. С какого возраста человек считается предпенсионером и какие меры социальной поддержки для него предусмотрены? Граждане приобретают статус предпенсионера за 5 лет до достижения нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. То есть в 2020 году предпенсионерами у нас стали женщины в возрасте 52 года и старше и мужчины в возрасте 57 лет и старше до назначения им пенсии. Исключение составляют только налоговые льготы, которые предоставляются женщинам по достижении 55 лет, а мужчинам по достижении 60 лет. Какие же льготы предоставляются предпенсионерам? В основном это льготы федерального значения, налоговые льготы – это налог на имущество и на землю, налог по закону о занятости – это выплата пособия по безработице в повышенном размере, и льгота, которая предоставляется по трудовому кодексу, ее предоставляют работодатели. Это дополнительных два дня на прохождение диспансеризации с сохранением заработной платы. Очень важно, что для получения права на эти льготы, то есть для подтверждения статуса предпенсионера, гражданам не обязательно, то есть им не нужно обращаться именно в пенсионный фонд. Им следует обратиться в то ведомство, которое предоставляет данную льготу, и уже это ведомство само сделает запрос по электронным каналам связи в пенсионный фонд. Если гражданин желает, то он может также получить эту информацию в личном кабинете на сайте пенсионного фонда, либо в многофункциональном центре предоставления государственных услуг. Проспект строителей, дом 16, на улице Степло, в квартире 27 градусов, звонил управляющую компанию «Дворянка», но они ничего не делают, а потом перерасчет пришлют. Во дворе дома по улице Красных Зорь, дом 51, стоит грузовая машина. Но я знаю, что во дворах таким грузовым автомобилем стоять нельзя. Эта машина занимает чужие места. Где живет владелец, неизвестно. Утром рано снимает номера, а вечером поздно возвращает их обратно. Мне повезло сегодня на прогулке с ребенком. Номера были на месте. Посещают часто торговый центр «Евролэнд». Раньше там были скамейки. Можно было отдохнуть. Сейчас все убрали. Администратор центра сказал, что ставить негде. Но этими скамейками не только пожилые люди пользовались, но и молодежь. С недавнего времени в микрорайоне ПО-14 происходит блокирование дорожного полотна для движения автотранспорта на участке торгового центра «Антей» до КПП военного аэродрома. Выражается это в том, что вынослужащие всех регионов, приезжающих на службу, заставляют личным транспортом целую полосу. Помимо этого, заставляется любое свободное место у жилых домов, что затрудняет выезд жильцов на своих машинах с мест проживания. То же самое происходит и с близлежащим гаражным кооперативом. Он тоже весь блокируется. Сотрудники ДПС нарушений в действиях военнослужащих не усмотрели. Так они ответили на отправленную жалобу. Ими отправлено предложение в администрацию города на установку запрещающих знаков. За прошедшие два месяца никаких действий от администрации нет. Каменковический район берут с нас за капремонт большой процент. За сметы. Мы не видели ни сметы, ни ремонта. Собрали большие деньги, а вернули мизер. Как работает обратная связь? Вы можете позвонить нам по телефону 58-77-77. Операторы колл-центра передадут нам ваше сообщение. Вы можете написать нам через мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram. Сообщением на телефон 8 962 162 5877. Или написать нам на сайт ivanovanews.ru в разделе «Контакты». Экономический кризис – это не только проблемы предприятий, малого и среднего бизнеса. Это еще масштабные трудности в так называемом некоммерческом секторе. Общественные организации, благотворительные фонды уже сегодня сталкиваются с острым дефицитом средств на свою деятельность. Замораживаются ли вовсе и прекращаются ранее начатые проекты, а получатели помощи превращаются в самую пострадавшую сторону. Как работать теперь некоммерческим организациям, когда единственная подпитка для их функционирования – это государственные гранты. Объединяться, искать других спонсоров или кардинально менять подходы в своей работе. Обсуждаем в программе «Актуально». Пробона – это оказание помощи напрямую, минуя денежные средства. То есть человек не покупает услугу, а просто ее получает. То есть обращается, какая у нас оказалась самая востребованная услуга. Это услуга волонтерская, то есть чтобы пришел человек и помог, физически помог. Доехать, дойти, донести, до поликлиники добраться, записаться на прием какие-то. И сейчас цифровизация очень такая серьезная. Люди не успевают за ней. И для многих составляет сложность даже записаться на прием к врачу. Помогаем с этим. Освоили, как пользоваться полисом МС. Мы знаем теперь, что у него очень большие возможности. Просто мы многие не знаем того, что там есть. И записаться к врачу можно просто по номеру на телефоне. Свет, хотел уточнить. Вы пришли вот к такой организации своей деятельности без, как вы говорите, участия в финансовых средств. Потому что уже три года назад поняли, что получить для общественной организации те самые деньги уже становится все труднее или труднее. Или это работает немножко не так. Деньги вам все равно необходимы. И деньги эти поступают, но просто заявитель этой помощи, на кого она направлена, этих живых средств не видит. Вот я в чем хотел разобраться. Совершенно верно, да, Илья. Потому что денег мы, разумеется, мы не передаем никому денежные средства. И мы несем за них ответственность, за их целевое расходование. То есть если нам человек доверил, да, решил оказать нам финансовую поддержку и дал деньги, мы ему обосновали, на что мы их берем. Не просто так, потому что мы умные и красивые, да. Но получатель помощи все равно не видит никаких денег. Не видит никаких денег, да. Мы даем то, что он у нас просит. Ну, к примеру, общественная организация, не общественная организация, просто родительская организация «Мы есть», которая называется Оксана Малышева, у них их руководитель. Им надо поехать, к примеру, они решили поехать в Ярославль, в аквапарк. И говорят, в аквапарке нам предоставляют возможность детям пойти бесплатно, родителям за полцены. Но надо до туда доехать. И мы обращаемся к разным перевозчикам, у нас уже есть такие хорошие, добрые люди, которые говорят, хорошо, мы тоже вам сделаем 50% скидку, дадим большой автобус. И здесь возникает вопрос, где взять 50% денежных средств. И, конечно же, мы обращаемся куда? В коммерческие структуры, к людям, которые с нами много лет работают, много лет нас знают, по сути говоря, это единственный источник нашего финансирования. Потому что если просто так собирать средства, даже не потому, что не доверяют люди, вопрос не в этом, а вопрос в том, что кто-то говорит, почему мы должны заменять функции государства, почему мы должны собирать кому-то на лечение. Мы раньше ведь собирали, организовывали сбор средств на лечение детей, на операцию, на реабилитацию детей, послеоперационную. Сейчас это гораздо сложнее. А вот что касается улучшения жизни вообще, как это ни странно, досуг – это ведь то, что нам даёт положительные эмоции. Вот, говорю, честь и хвала нашему театру, например, музыкальному, всегда идут на то, чтобы предоставить бесплатно контрамарки. И даже дают их определённое количество, говорят, вот там 20 человек, например, от вашей организации, круглый год могут ходить, но только не в премьерный показ, на последующие показы любого спектакля, который у нас организуется, нашей Ивановской мускомедией. И с удовольствием люди ходят, потому что пойти сейчас купить даже 300-500 рублей – это большие деньги. Уже не могут обещать люди. Они говорят, если вдруг… То есть, если раньше говорили, если у нас получится, а теперь уже есть оговорка, если вдруг у нас получится. Очень хотелось бы больше помощи оказывать. Пока есть энтузиазм у нас, пока есть доверие людей, и мы его оправдываем, которые с нами работают. И надо сказать, что несмотря на то, что есть по уставу любой некоммерческой организации, особенно общественной организации, там есть возможность оплачивать, вести хозяйственную деятельность за счёт пожертвованных средств. Так вот, за всё существование нашей организации мы ни разу их не снимали и никогда не пользовались этой возможностью, мы ещё сами свои добавляем. Как вы думаете, вот эти четыре сотни, они через год, через два, через три в какую цифру приблизительно превратятся? Вы знаете, мне кажется, что и сейчас их как минимум раз в 20 меньше реально работающих. Вот те, которые работают. Это можно посмотреть, в принципе, на сайте юстиции, да, тогда, когда сдаётся… Вот 1 апреля сейчас будет последний срок подачи отчёта в юстицию о ведении деятельности, и можно там, в самом деле, посмотреть, кто и что делает. Мы, когда писали отчёт, у нас там больше 16 пунктов. То есть, несмотря на то, что сложные ковидные годы, и достаточно тяжело было в них вообще что бы то ни было делать, но мы умудрились провести, то есть у нас это больше одного мероприятия в месяц. А для того, чтобы надо понять, что одно мероприятие, оно требует подготовки иногда ни одной недели, для того, чтобы оно вообще случилось. И можно увидеть, что очень немногие организации сдают отчёты в виде хотя бы нескольких пунктов. Разочаровываются с своей же собственной идеей, или действительно, не видя, как, может быть, предполагали, каких-то конкретных средств на своё функционирование, просто бросают эту работу. Находите вот это объяснение? Возможно, да. Или цели создания были далеки, скажем, от благотворительной деятельности. Я думаю, что можно все, кто не работают, предположить, что там и цели создания были иными, и они не оправдали усилий, которые были вложены. И, возможно, что и сложности, с которыми столкнулись, решили больше не утруждать себя, чем бы то ни было. А потом законодательство, оно жёстче стало. Надо тоже этот момент учитывать. То есть, да, отчётность, которую необходимо своевременно сдавать. После весенних каникул в школах Ивановской области отменено каскадное расписание. Решение принято региональным и противным штабом в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами Роспотребнадзора. С 4 апреля школьники с 5 по 11 класса, а также студенты колледжей, учатся по обычному расписанию. За каждым классом больше не закреплены отдельные кабинеты. Посещение школьных столовых по отдельной для каждого класса графику также отменено. Ранее в условиях распространения коронавирусной инфекции контакты между классами необходимо было минимизировать, поэтому действовали особые регламенты. Сегодня уже нет классов, закрытых на карантин по ковиду или сезонным заболеваниям. При этом в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе правила эпид-безопасности могут быть возвращены в образовательные организации. Также до 100% увеличена заполняемость организации отдыха и оздоровления детей. Ранее же в лагерях можно было заполнять лишь 75% мест от проектной вместимости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова